На Севастопольском траулере Железный поток, мы второй месяц Двигаемся из Владивостока К берегам Африки Судно не очень старое, но его основательно Угробили предыдущие владельцы Дальневосточные бичи То главный двигатель ломается И механики сутками его ремонтируют То вышли из строя Навигационные приборы, штурмана, магелланы Вспомнив старую Штурманскую науку, прокладывают Кур с помощью секстанта Звезд до огней маяков И вот в самое пекло Почти на экваторе Как только утонул в океане Последний небоскреб Сингапура У нас вышла из строя холодильная установка Не работает кондиционер И сутками не вылезают Из машины машинисты Спать в каютах невозможно Днем палуба так раскаляется Что даже ночью в каюте Отметка термометра Не опускается ниже 40 градусов Все ругают рефмеханика Но он и так уже падает от усталости А экипаж перебрался на верхнюю палубу Наше судно превратилось в пестрый Развеселый цыганский табор На вантах развешано белье На палубе разбросаны подушки Матрасы Играет музыка Режутся в карты любители Матросы на баке смастерили навес Там и спят На траловой палубе Устроились штурмана Старший механик спит под лебедкой Куда солнце днем не заглядывает А я смастерил гамак На пеленгаторной палубе Ну, немного шумновато Над головой оглушительно бубнит Выводит безумные рулады Выхлопная труба Целую ночь напролет Бу-бу-бу-бу-бу Но зато я ближе всех к звездам Ах, сколько я там встретил Потрясающих рассветов Описать это невозможно Ярко-красных и розовых Лимонно-желтых Со взрывами облаков И гигантскими летающими тарелками Одна над другой И каждая своего цвета Рассвет пульсирует И замирает Разливаясь голубым, синим А иногда и зеленым светом А как всплывает солнце Оно выливается из воды И обрушивается на мир светопадом Приплюснутое небесное светило Вдруг вытягивается столбом вверх И неожиданно выпрыгивает из океана Поджигая вселенную Солнце пылает Вместе с пульсирующей водой Разливается ярко-желтым ковром И только через минуту Оставляя слепящую солнечную дорожку Отрывается от водной глади В эти минуты океан горит Как бы изнутри Светится не отраженным светом А сам по себе Излучая сияние из бездны Подошли к Цейлону И далекие сиреневые горы Оторванные от океана Иллюзией простирающейся В бесконечность воды Как бы нырнувшей под остров Притягивает своей таинственной загадочностью Но у нас новая поломка Ложимся в дрейф Полный штиль И по прогнозам Ураганов не ожидается А Цейлон Или как теперь говорят Шри-Ланка Все маячит И маячит на горизонте Днем остров почти исчезает В полуденном маре А ночью открывается Мерцающими огоньками Городков И яркими вспышками маяков По утрам я лежал в гамаке И все мечтал и мечтал О сказочном острове Удивительной И знакомой лишь по книгам Да фильмам Стране Где, скорее всего, Никогда и не буду Я представлял райские кущи Чайные плантации Диковинных зверей И остроконечные пагоды Буддийских храмов А мимо нас все шли и шли корабли И кто-то сворачивал В недоступную для меня Страну сказку Однажды Как только начало Разогреваться восток И тихонько Гаснут звезды На мой гамак Опустился кто-то Едва различимый Я замер Это было крошечное Насекомое Я присмотрелся И понял, что С Цейлона Ко мне в гости Прилетел паучок Он прилетел Из рая В этот металлический С замурзанной Соляркой Ад Прилетел Оседлав собственную Паутинку Рискуя каждую минутку Рухнуть Погибнуть В океане Но он добрался Крошечный Удивительный Путешественник Едва успев Передохнуть Он деловито Принялся Плести первую В своей жизни Паутинку Первую Ловчую сеть Для пропитания Он так это Ловко делал Что Невольно задумаешься Но кто же Научил тебя Какая сила Жизни Заставила Отправиться В дальнее Безумно опасное Странствие Он преодолел Бесчисленные Опасности Чтобы наши Судьбы С ним Пересеклись Мой добрый Славный Цейлонец Вырос до размеров Крупной Фасолины Он путешествовал В моей каюте Несколько месяцев Мы с ним Пережили много Радостных И грустных Дней Тоску по дому И похожую На сумасшествие Меланхолию Я переживал Вместе с ним Закрывшись В каюте Я с ним Разговаривал Делился Своими воспоминаниями Рассказывал О своей Далекой Но тоже Славной Земле И мне казалось Что он меня Внимательно Слушает Он только Меня знал В лицо И не боялся И только Из моих рук Брал поганых Неистребимых Судовых Тараканов А если мы Стояли на рейде Какого-нибудь Африканского порта То я под Странными Взглядами Прохожих Ловил ему Живых мух И привозил На корабль Чтобы угостить Своего друга Земной закуской Я делал вид Что не замечаю Ехидной Усмешки Экипажа Я расстался С ним в порту Кисимая Когда заболел Тропической лихорадкой И меня Отправляли домой Я отнес его На берег И пересмотрел Хорошее На мой взгляд Местечко Для дома Для паутинки И может быть Ему повезло И он встретил Себе пару Подружку Его детишки Внуки И правнуки Теперь живут В удивительном Затерянном На юге Сомали Пыльном Одноэтажном Но уютном Городке Местечко